МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решить в кратчайшие сроки глава поручила вопрос Екатерины Осиной. Девушка рассказала Дмитрию Волошину о покосившихся сливах на крыше. Из-за них в период оттепели вся вода сверху течет на крыльцово-подъезда. Все хорошо. Сделаем. Задача несложная. Встречей заявительница осталась довольна. Говорит, если бы раньше знала о таком формате, как выездная администрация, решить вопросы ЖКХ и многие другие удалось бы гораздо быстрее. Взяли на контроль наши проблемы. Две. И в ближайшие сроки они будут выполнены. Большинство вопросов, с которыми к специалистам обратились горожане, коснулись сферы ЖКХ. Немало заявителей пожаловались на нерегулярную работу транспорта. Пенсионерка Маргарита Шупейкина рассказывает, несколько дней назад ее маленькая вручка ехала домой с дополнительных занятий. Автобус ждала. Около часа. Редко ходит семерка. Не всегда она приходит. Люди опаздывают. 12 маршрут сняли, сказали, что добавят семерку. У нас шикарные автобусы ходили. Большие. Сейчас дали вот эти маленькие микроавтобусики. За первый час работы выездной администрации в микрорайоне Сходня к профильным специалистам обратились более 60 человек. По словам председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, это в очередной раз доказывает формат рабочий и пользуется спросом у жителей всего округа. Формат именно вечерний очень востребован, потому что ты можешь с работы, возвращаясь, зайти, задать все интересующие вопросы, получить ответы, либо определить конкретный срок, через который ты сможешь эти ответы получить. Поэтому жители этим форматом пользуются, и мы, как депутаты, конечно же, активно участвуем в этих выездных администрациях, фиксируем, общаемся. Формат встреч в режиме выездной администрации несколько лет назад инициировал глава округа Дмитрий Волошин. За это время удалось решить тысячи важных вопросов. Андрей Липанов, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.